Попробуем реально что-нибудь посчитать. Вот у нас есть схема испытаний Бернули. Помните, что такое схема испытаний Бернули? Да. Что такое успех, что такое неудача? Да. Что успех это единичка, неудача это ноль. Да. Давайте введем такую, значит, давайте, я думаю, схема испытаний Бернули. Ну, что это значит? У нас есть N испытаний и у нас есть вероятность успеха P. После чего схема задана полностью. Вот, давайте. Так, а что такое омега? Омега это последовательность из нулей единиц длины N, правильно? Омега, схема испытаний Бернули, это случайная последовательность, имеющая длину N, состоящая из нулей единиц. Так, ну давайте я также напомню, что вероятность омега в этом случае, если омега представляет собой последовательность X1, X2 и так далее, XN из нулей и единичек, то вероятность омега мы считаем равной P в степени суммы X на Q, то есть на 1 минус P, в степени N минус суммы X. И это тоже, наверное, все помни, да? Ну да. Отлично. Так, давайте, наконец, введем случайную величину X от омега. Это будет, собственно, сумма из идок. Ну, по E от единицы дайна, конечно. То есть число успехов, число успехов схеме Бернули. Число успехов схеме Бернули. Вот мы бросали монету в один раз, сколько-то раз она выпала единичкой, а перешкой кверху. И это будет количество успехов. Мы его посчитали. А среднее количество, то есть математическое ожидание числа успехов, почему? Конечно, если в каждом бросании успех происходит с вероятностью 1,2, и с вероятностью же 1,2 происходит неудача, то без относительно каких-либо формул вычислений, по-моему, понятно, сколько в среднем должно получиться успехов. Если N бросаний, и вероятность успеха равна вероятности неудачи, равна 1,2. Сколько будет в среднем? А? N пополам. N пополам. Да, вот как-то интуитивно должно получиться N пополам, правда же? Да. Но у нас монеты с осмещенным центром тяжести, тут общий случай, P может меньше 1,2, может больше 1,2. Вот. Чему равно математическое ожидание числа успехов в схеме испытаний Бернули? Пользоваться можно любой из тех формул, которые у нас есть, а именно определением, линейностью и вот этим выражением тоже.